Продолжение следует... Таким образом, завершу определенную полемику с самым первым докладчиком, который показывал, как разные «я» поспокойно могут ужиться на серверах. Так, помню, я сомнулась. Немножко о себе. То есть я из Омска, что видно из первой аббревиатуры. Сам математик, работаю Java-девелопером в компании DumbTech. Ну, на досуге занимаюсь теорией графов, прогнозированием пробок, исследованием транспортных систем. Вообще, маленький корыстный интересный друг, кто-нибудь еще занимается, подходите. Большой фанат различных Maps API. А также по совместительству являюсь лидером вот этой странной аббревиатуры. GTG Омск, это Google Developer Group Омск. Мы там Android-ом балуемся и расширением Chrome. Вот, наверное, Новосибе нет. Не знаю почему, но люди из Новосиба к нам приезжают на мероприятие. Любители андроидов. Итак, о чем вообще этот доклад? Ну, возможно, кому-то знакомо, а мы потом узнаем позже кому, такая аббревиатура предкам iBattis'а, это iBattis'а, не очень, видимо, благозвучно для русского уха звучало, немножко переименовали. Вот, вообще, весь этот доклад будет посвящен следующей проблеме. Вот, я заметил на этой конференции, и на многих, в частности, очень хорошо слушать такие доклады, там, у меня миллиард пользователей в базе данных, там, какой там SQL, он уже совершенно не нужен, это не живет, не растет, ничего. То есть, я попытаюсь вам рассказать о таком классе микроприложений, которые есть у каждого из нас, вы сами иногда разрабатываете для себя, в своей компании. У вас там база данных, у них даже не миллионы строк, даже не сотни тысяч, десятки тысяч строк. Это, например, не знаю, все работники вашей фирмы, там, с какими-нибудь, со всеми их ивентами, которые они загенерировали за 10 лет. Вот, то есть, очень небольшие базы данных. Но даже по этим очень небольшим базам данных, очень все любят делать отчеты. И это еще тот размер базы, когда реально все фишечки SQL прокатывают. Итак, сейчас будем разминаться, это последнее поднятие ваших рук вообще на этой конференции. Сейчас нужно поднимать руки тем, кто как раз использовал ОРМ. Вообще шикарно. Ну, есть и скепсис определенный. Вот я не использовал. Кто как раз использовал гибернейт? Ну, вы бы не пришли, если бы не было этого ключевого слова. Майбайтис, вот если... Майбайтис считается. Считается, считается. Вся та же тема, отлично. Вот. Может быть, таких людей будет больше, потому что, наверное, кто... Каждый проходил через это и писал свой супер Quarry Enterprise, Square Builder, который собирает строки динамически и потом гонит это все в базу данных через GPGBC. Были вообще такие люди, кто писал свои? Я писал. Бои больше, чем любители моей байбайтиса, точно. И сопоставимый с числом любителей гибернейт. Итак. Ну, немножко истории. Про тот самый проект, про который я буду рассказывать. Итак. Жил-был один проект. Была какая-то база данных, контроля над схемой которых не было ну совсем. Нам нужно было написать к ней какой-то плагин, расширение. В общем, база данных какого-то коммерческого продукта. Вот. Мы можем в нее лазить, но менять схему не можем. Хотим хранить что-то сбоку. Проект уже существовал не первую неделю. Его писали разные специалисты, задерживались на проекте не больше, чем неделю или две. Ну, знаете, бывают такие проекты. Вот. Как следствие, GDBC лапша в коде. Лапша, она прям так и увидела. Такие длинные-длинные названия методов. Получить всех юзеров за неделю, до третьего дня. Которые сидят там и что-то делают именно вот с этими юзерами. Ну, такие бывают запросики. Вот. Как я уже сказал, была одна база Ritonly и хотелось еще какие-то данные хранить рядом. Там мы полностью контролировались. Было немножечко припорошено все это гибернейтом. Буквально для пары таблиц в собственной базе. И самая шикарная сборка отчетов. Ну, у нас же есть гибернейт и есть кое-что по доступу на чтение. Вот это все мерзжилось в коде. Бывало, подключалась еще одна база и тоже участвовала в общей тусовке. То есть, ну, представляете, а если кому-то хотелось поменять отчет, нужно было полазить по коду, может быть, поменять какие-то сущности, там, не знаю, коллекции по-другому послевать. Ну, в общем, не то, чтобы все хорошо было. Почему вообще на проекте появился гибернейт? Ну, были очень-очень удобные сущности, там, не знаю, там, которые, ну, знаете, так вот, есть сущность, она так хорошо лежит гибернейт, что пришла самому создавать руками SQL-таблицу. Сущности были очень древовидными. То есть, никаких там перекрестных ссылок в них не было. Была очень легкая разметка аннотаций на существующей модели. Люди не очень любили SQL. Такое тоже бывает. Они говорят, нам нравится критерия API, мы будем им пользоваться. Ну, и самый, наверное, немаловажный момент для тех, которые просто все это очень нравилось. И это было самым важным. Волшебная репалочка гибернейт. На самом деле, он помог на первой стадии, когда все это проектировали. Потом началась, да. Во-первых, он пасовал в некоторых определенно сложных запросах. Дело в том, что там база данных на чтение, она не то, чтобы была очень уж денормализованной, как любят, например, в NoSQL. Она была в тех самых всех нормальных формах, в которых она должна быть. Это позволяло все очень эффективно хранить, видимо, производителям базы данных. Но запросы строились обубенные. Вот. Вообще, были некоторые сложные связи в той самой базе на чтение. Поэтому к ней мы гибернейт не могли особо, даже какие-то сущности, такие удачи научные. Ну, не сущности это были, а какие-то непонятные события. Гибернейт плоховат для выбора больших данных, когда вам нужно выбрать не 0.001% всех записей из базы данных, а довольно большую выборку, еще по ней полазить. Вот. Не просто в изучении. На самом деле, вот от первой стадии, знаете, когда вот я сейчас быстро замакал пару сущностей, все разметил, и там сделал какой-нибудь простой именованный запрос. Но вот каких-то следующих, более серьезных вещей, вот там все такое очень быстро возрастает, и переход сложен. Все остаются на каком-то таком начальном уровне. Также наблюдались необъяснимые падения производительности даже на небольшой табличке с десятками тысяч записей. Ну, реально, все хорошо, тесты гоняются, 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 и с определенной вероятностью происходит абсолютно разная ошибка. Ладно, она повторялась. Шло время, изменялись требования. Ну, во-первых, у проекта неожиданно выросло финансирование, что позволило задействовать на нем программистов чуть больше, чем неделю. Программисты менялись, менялись все реже и реже. Появлялись и были сформулированы цели проекта. Ну, вы знаете, плюс ситуация, когда проект начинается, а потом у него цели, подогонки появляются. В дал суперклассе росло число методов. До 69, по-моему, догнали. Ну, не знаю, как по мне, для маленькой базы данных это очень много. И код переполнялся низкоуровневым лист, листов, 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 какой-нибудь сущности из гибернейта, или вообще там массивов типа обжиг. Цели были сформулированы. Дело в том, что отчетов было довольно много. Отчеты, как уже не раз показывали предыдущие докладчики, они менялись не то, чтобы по графику, они менялись очень случайно. Погода изменилась, и бывало, это влияло на то, что должен был появиться новый отчет. Например, кто-то дошел грязный, у него было плохое настроение, ему захотелось дополнительных фильтров. Вот типичная ситуация. Функционал должен был быть легко расширяем. То есть нам нужно было очень быстро выкатывать изменения в отчетах. То есть не там, сейчас мы будем все очень долго тестировать, потом мы через неделю покажем отчет. Отчет нужен был горяченький, сегодня и сейчас. Нужно было быстро работать даже с этой маленькой БД. Опять же, потому что запросы были очень длинненькие, нетривиальные. Много было разных условий. И хотелось уйти от самого главного, уйти от сбора данных для отчета в коде. Потому что именно на это тратили больше всего времени программисты, которые отчеты обновляли. Также хотелось поставить процесс на конвейер. То есть добавление одного отчета должно по какой-то схеме произвести очень-очень быстро. То есть минимизировать это время. Все остальное не так важно. Вот так. Ну и на сцену выходит славный сын Айбатиса, это Майбатис. Не скажу честно, что я сам очень много работал с Айбатисом. То есть я сразу начал работать с его сыном. Там есть несколько приятных моментов, о которых я расскажу. Ну они чем-то похожи на гиберрейт. Но нужно понимать, что Майбатис это все-таки не полноценное ОРМ. Там никто не заставляет вас напрямую маппить таблицы вот в какие-то прям вот сущности-сущности. Нет, таких вещей нет. Маппинг немножко по-другому выглядит. Конфигурирование также определенных настроек в Майбатису происходит. Либо файлики, можно вообще в коде это сделать. Но создателям рекомендуется все это делать в файлике, чтобы легко подменять. Выгрузка результата запросов в объект. Вы любой запрос, даже если он не имеет особого смысла, можете выгрузить в какой-нибудь объект. Можете использовать стандартный кэш или переопределить собственный. Ну, довольно удобная вещь. Кэш соответствующих разных уровней. Очень-очень вкусная вещь. Это классная, динамическая и безопасная сборка SQL. Целых секций в зависимости от параметров, которые вы передаете. То есть не что-то вы готовите в стрингах и передаете в prepare statement в GDBC стиле. Вы используете, это чем-то напоминает старый добрый GSP. Были язык разметки Ель. И вот при помощи вот таких вещей можно собирать SQL. Возможность использовать аннотации или маппфайлы. Ну, тут уже вопрос войны. Кто-то использует аннотации, кто-то маппфайлы. Я лично люблю маппфайлы. Как это все счастье выглядит? Где-то у вас есть под капотом база данных. Та самая, которую вы можете только читать. Вы на вход подаете какие-нибудь бедные объекты, примитивы, табличку каких-то параметров, необходимых вам в каком-то стандартном запросе. У вас есть, я чуть позже приведу на слайдах, у вас есть суперконфиг, в котором, например, описаны какие-нибудь вещи, которые касаются. А какие у нас вообще базы данных подключаются. Параметры подключения к базе данных. То есть представьте себе, что вот некоторые вещи, размазанные в GDBC стайле по всему коду, вы собираете потихоньку в одно место. У вас описано несколько SQL маппингов запросов в соответствующие объекты, или в примитивы, например, или в хэштейблс, что есть фанат, например, хэшмап везде пихает. Итак, пожалуйста, какой-нибудь такой самый первый файл, основной конфиг. Вот здесь можно настраивать несколько цвет. Например, настроили один набор настроек для environment, на production, один для девелопера, один для тестера, можно несколько, если хотите. Разбили все на логичные какие-нибудь мапперы, в которых, например, у вас очень-очень-очень много разных SQL, логически раздробили структуру на какие-то модули и подключили их в основной ресурс. Назначили, если нужно псевдонимы каким-то объектом покороче, и вперед в бой. Что дальше происходит? Вот это то, что мне очень нравится. Это динамическая сборка запросов. Захотели, объявили какую-нибудь определенную подсекцию, которую вам нужно многократно использовать, описали ее. Захотели, ее подключили в какой-то более серьезный запрос. Наверное, многие сталкивались с такой проблемой, когда вы пишете огромную SQL-простыню, в какой-то момент теряете контроль над ней. То есть вы используете одни и те же кусочки, копипастить, немножко изменяя в зависимости на буквально незначительных параметрах. И отлаживать все это дело очень сложно, когда появились новые изменения. Нужно хранить какие-то заметки, а что это вообще было, чтобы очень быстро считывать эту структуру. Вот здесь такой очень удобный, наглядный сборщик SQL-запросов, что очень хорошо для отчета. И, например, результат этого SQL-а ниже выгружается в Result Map. А можно и не выгружать. Можно было бы сразу написать в том верхнем селекте, выгрузить куда-нибудь сразу в объект, например, какой-нибудь. Если вы знаете, что можно его выгрузить. Пожалуйста, еще пример. Есть такая распространенная ситуация, когда вы собираете запрос, и у вас может так случиться, то есть вроде бы должны быть какие-то условия скобочки вэр, но их может там и не быть. И тогда нужно там что-нибудь думать, ой, тут же ни одного условия надо было вэр вообще не добавлять. При помощи вот этих тегов, если у вас ни одно из условий не выполнится, ни одна секция не подсоединится, у вас и вэр не получится, и запрос безопасно соберется. Итак, ну здесь вообще уже вещь похожая на какой-то свитч. Это просто примеры различных таких секций, я их не все тут привожу. Вот. Я думаю, потом кто-нибудь посмотрит на официальном сайте, если вы еще не использовали, но, по крайней мере, вы точно облегчите себе жизнь динамической сборкой. Если вам нужно каким-то образом передать в in, вот скобочку in, наверное, многие тоже собирали, нужно больше, чем 2 или 3 параметра собрать, такой, ну, списочек элементов, так на 20-30. Это может быть не всегда производительно, но необходимо. Хорошая, добрая коллекция. Вместо того, чтобы ее парсить, собирать из QA, какой-то и отправлять, этим за вас займется вот такой вот for each из какой-нибудь вашей коллекции. Ну, здесь разрезанная картинка с официального сайта, просто очень хотелось ее привести. Как это выглядит дальше в коде? Вот написали вот какие-то SQL-мапперы. Что дальше-то нужно сделать? Дальше вы можете сделать следующее. Вы проименовали запрос, вон там псевдоним CTARIA, Sensor, например, или какой-нибудь CTARIA с селе. Вот. Вы можете вызвать соответствующий оператор и передать ему псевдоним вашего запроса. Вот, видите связь? Я сейчас полистаю очень быстро. Вот здесь CTARIA, Sensor, а здесь, соответственно, вовсе за ним какие-то параметры, которые передаются. Обобщим. Сейчас было много разных примеров. Сейчас будем немножко теорию пододвигать под это все. Рассмотрим два типа приложений и поймем, к какому все данные рекомендации по подружению могут относиться. Первый, апкейс. Предположим, у вас классная ситуация, у вас новый проект, у вас часто меняющаяся схема BD, при этом у вас есть над ней полный контроль. То есть вы что хотите, то творите. У вас неясная пока еще иерархия объектов. То есть она может меняться вообще по ходу. То есть проект на стадии возгонки. Пока нечего анализировать вообще. То есть пока запустили разработчиков, написали какую-то первую техспеку, вы занимаетесь прототипированием. Прототипировать на MyBatis не очень удобно. Больше у многолючных операций. Много в райд и мало рит. Вам не нужны джойны. Ну вот, в общем, все это не наш пациент. На самом деле. Наш пациент следующий. У вас есть давно рабочая BD, которая вам досталась неведомых предок. Она, естественно, SQL. У вас нет контроля над схемами. То есть вы не можете делать актеры и прочие апдейты. Сбор аналитики, построение отчетов – это ваша главная цель. Вот такое скучное, добротное приложение. У вас есть хранимые процедуры. Вы представляете, люди 10 лет писали, а не выкидывают же их. У вас много чтений и сопоставимо мало записей. То есть вам там не нужна какая-нибудь особая специфическая запись. Вам нужны джойны. Вы вообще мастер джойнов, и не собираетесь каким-то людям уступать в этом. То есть вы говорите, да, ваше там слияние коллекции я сейчас одним джойном поверну. Вот. Вы делаете приложение для работающего бизнеса. Работающий бизнес очень не любит, когда вы отключаетесь на месяц для прототипирования. Он хочет, чтобы все вот работало, и тут у него появилась какая-то штука в голове. И на завтра… А давайте еще поменяем вот это вот. И вы ему тут же должны через час что-то такое предложить. Вот это сюда. Итак, теперь посмотрим, как мы будем подключать кого, для каких целей. Для чего гибернейт-то удобен. Ну, вам нужно что-то кешировать. Кеширование гибернейта все-таки как-то… По нему даже литература что ли больше, чем по кешированию MyBuy. Можно из коробочки получить. Хорош в работе с деревьями объектом. Ну, множество крут операций. Вы вообще получаете автоматом и радуетесь. Берете, сохраняете, все так мило выглядит. То есть такие маленькие вещи. Есть стабильные, ясные сущности. То есть, не знаю, пришел аналитик, говорит. Вот сущность, не важно, как ты ее будешь хранить. Главное, как это все будет снаружи. Контрольная схема BD, я уже говорил. И вы создаете прототип. Пока вы создаете прототип, и вас сильно не тревожит заказчик, вы себе можете позволить вольности. Для чего удобен GDBC. GDBC – такой хороший старый патриарх определенных переподвывердов, когда гибернейт не справляется. На нем часто рекомендуется переписывать критичные по производительности места. О, боже, тут гибернейт не сработал, сейчас я напишу GDBC, выгружу, потом выгружу в объекты, еще что-то. И такие вставочки начинают быть разбросаны по коду. Сложные запросы, которые получают очень простые ответы. Несущности, я не знаю, 2 или 42. Для обучения новичков. На самом деле есть такая тема, я думаю, многие с этим сталкивались. Очень хорошо новичку не загружать его SQL, а посадить его, подсадить, я даже сказал, на простой гибернейт. Ему все понятно, все очень похоже, как универи рассказывали. И дальше как бы, он не лезет дальше куда-то, какие-то вещи делает, а дальше в коде собирает отчет, потом говорит, что добавят на условия, и он занимается этим месяц, например. Ну, есть люди, которым просто нравится GDBC, и с этим мы ничего не сможем поделать. Для чего удобен MyBytes? Вот смотрите, здесь мы что делаем? Был у вас проект, на котором гибернейт и GDBC, как в нашем случае. Вы вот те места, где GDBC, прикройте MyBytes, как простыней. У вас все намного читаемее и некрасивее получится. Хотите хранить и разрабатывать сложные SQL-запросы? Вот я хочу привести пример. Очень много и очень часто бывает, что ваши запросы сильно похожи, но не настолько сильно, чтобы, скажем так, не настолько сильно похожи, чтобы это просто параметром отличалось в какой-нибудь секции. То есть они похожую работу выполняют. Где-то нужна какая-то группировочка, где-то нет. А обычный, один базовый отчет порождает 100 своих клонов с какими-то настройками. Вот эти все вещи хранить в виде сотни запросов, бывает такое, или в виде 50 с небольшими параметрами, не очень удобно. Особенно плохо, когда у вас еще весь код покрыт простыней ИФов, или там еще каких-то вещей, бывает вопросиков. Не очень удобно. Вы все это динамически собрали в MyBytes в одном месте, весь ваш SQL под контролем. Нужные вещи, есть хорошие плагины, как Eclipse, которые при нажатии определенных кнопочек достают вам весь ваш сырой SQL, вы можете его подкладывать, ну, например, не знаю, в вашей любимой СУБД, и поместить его обратно. Он снова разложится по определенной полочке. У вас есть урезанные версии сущности. Представьте, у вас есть какая-нибудь одна таблица, которая является матерью очень многих сущностей. И вы из нее просто очень-очень много хотите всего получать. Вот в этой ситуации я рекомендовал бы использовать MyBytes. Усекли в нужные объекты ответы на вопросы и так далее. Очень удобно. Кто-то может сказать, эй, да в гибернете же тоже есть именованные запросы, выполнять можно срезки и эквайри. Ну, если вы в гибернете начинаете этим заниматься, а чем это отличалось от GDBC? Ну, в общем, та же размазанная SQL на весьму проект. Проблема интеграции и как вы их решали? Люди испытывают очень разные чувства к SQL. Кто-то говорит, я его очень люблю. Кто-то говорит, ненавижу. Очень есть спорные ситуации. Вы знаете, например, на проект приходит какой-нибудь человек, который с авторитетом, и при этом он привержен к какому-нибудь одного подхода. Он начинает своим авторитетом расширять сферу влияния по приложению. Оставшиеся люди сбиваются в кучки, обороняются до последнего, в конце концов, что-то меняется в архитектуре. Вот с этими спорными ситуациями надо что-то делать. Вообще, малоудачный пример для MyBytes сети. Это общество, которое ему помогает разрабатывать, вроде хорошее, но они очень ленятся на GitHub, например, выкладывать код. То есть, если порыться по GitHub, по каким-то вещам, ну, маловато можно найти. Есть пара хороших книжек, они свеженькие и актуальные. В общем, пока что только книжки. Вообще, нужно учить две технологии вместо одной. Был кибернейт, MyBytes, SQL еще откуда-то. Что вообще такое? Процесс внедрения. Что предлагаю делать я? К сожалению, много бюрократик. Для начала вы приходите к общественному договору. Сейчас мы будем пытаться делать эффективный для проект, а не реализовывая собственные амбитцы. Второй момент. Вы документируете сферы влияния. Вот как сейчас я писал, вы реально записываете, что для решения этих задач мы используем одну технологию для решения этих. Кто отступает, стреляет в ногу на месте. Диаграмма девпроцессов. Простой пример. Я дальше приведу. Реально девпроцесс у нас на проекте. Что нужно сделать, чтобы добавить новый отчет? Все должно быть как на конвейере. Чувство прекрасного тоже должно присутствовать. Не нужно пихать в незапихуемое. Добавление нового отчета. Пример девпроцесса на проекте на этом. Что нужно сделать? Добавляем один запрос типа сериал. Запрос вы где-то скрыли из интернета или написал ваш любимый какой-нибудь SQL программист. Добавим. Добавляем один результат веб или не добавляем. Если вам нужно выгрузить, например, число или примитив или хештейбл какой-нибудь. Добавляем. Ну и тут небольшой архитектурный нюанс. Добавляем один класс соответствующей строки отчетов, в которую вы будете это выгружать. Не сотни сущностей. Ну я не знаю, какой-нибудь пример приведу. Там, не знаю, есть у вас там все пользователи, которые всем этим заказчикам продали вот этих продуктов. Мы не работаем с сущностями, типа заказчики, продукты и так далее. Мы работаем с сущностями типа строка отчета. Это хороший нормальный подход. И добавляем одну функцию в DAO, которая эти строчки отчета и возвращает. Простые шаги. У вас есть какая-нибудь база данных. Что делаем? Пробегаетесь быстренько по всему этому и размечаете таблички. Ставите меточки. Redonda Report Entity Part of Entity. Как бы будущее назначение ваших таблиц. Вот. Про контент не буду особо пояснять. Наверное, и так все ясно. Дальше следующие простые шаги. Все, что с меткой Entity, везде, где это все выделяется, попадает в мясорубку гибернейтовского реверс-инжиниринга. То есть ситуация, когда вы под таблицем просто создаете классы. Очень удобно, нормальные гибернейтовские классы создались. Для сущностей, которые распались, ну тут двоякая ситуация. Везде нужно пристально всматриваться в каждую ситуацию. Можете запустить через гибернейт, а можете каким-то аккуратным способом уже через MyBudges это делать. Дело в том, что если у вас очень много разных сложных foreign key, я находил такой контрпример в интернете. Когда гибернейт генерировал при помощи этой процедуры полнейший фарш, с которым работать было невозможно. В итоге падал. Просто объект, который по очень сложно связанным табличкам генерировался. Для Redonaldi и Report стоит написать запрос, который на выходе получает коллекцию строк отчетов. Вам же не нужны эти промежуточные сущности, которые все тормозят, которые вы будете сливать. Получайте сразу результаты отчета. Гибернейт и MyBudges тоже нужно итоги подводить. Они вообще могут жить на одном проекте, и в этом нет ничего вообще страшного. Вы поделились строго сферой влияния. Через какое-то время вы получаете какой-то дзен определенный от того, что люди не ссорятся, и у них все хорошо. На вас не давит заказчик. Большие отчеты выкатываете в MyBudges. Энтити храните в кибернейт. Вы получаете высокую скорость разработки, следуя, например, подобному девпроцессу. И вообще часто это бывает на маленьком проекте, на котором не хватает денег, бюджетов и хороших разработчиков. Вы делаете тот самый первый шаг к MPC. На самом деле иногда его очень сложно сделать. Ну, контакты и полезные ссылки. Понятно, что сейчас не будем их гуглить, но потом, если презентажка будет, официальные сайты, к сожалению, только они. Да пребудет с вами и DAO. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...